Результат теплой погоды – вот такая цветущая сакура. Этот снимок сегодня выложил в интернет директор Иркутского ботанического сада. Согласитесь, смотреть на экзотические растения из других стран всегда интересно. Но ведь и в нашем регионе есть чем полюбоваться. И в этом сегодня убедились четыре десятка студентов. Подробности расскажем в следующем материале. Кстати, смотрели фильм Джеймса Кеймерона «Чужие»? Вот он, главный герой. Герой, которого можно рассмотреть только под микроскопом. Ведь он всего лишь личинка ручейника, который живет в Байкале. Интересные факты об обитателях озера студентам Иркутских колледжей и университетов рассказывают в Лимнологическом музее. Будущая кола Кристина Прохорова здесь не впервые. Но раньше экскурсия ограничивалась лишь осмотром витрин и изучением наглядных пособий. На картинках не то. Вживую, конечно, лучше. Все движения, как они двигаются, душат, все видно. Расширенную экскурсию проводят для 40 участников проекта «Экологический автобус». Его в нашем регионе реализуют с 2012 года. Раз в месяц в заповедные места Иркутской области и Бурятии отправляют школьников и студентов, участников и победителей экологических проектов и акций, а также тех, кто просто интересуется природой родного края. Многие школьники пишут замечательные экологические проекты по защите байкальской нерпы, по защите омуля и сами ни разу не видели их вживую и никогда не были на наших берегах замечательного озера. Мы исправляем эту ситуацию. Мы также стараемся помочь ребятам из малоимущих семей, чтобы и они не чувствовали себя обделенными. Идея экологического автобуса зародилась у местной общественной организации «Сохрани Байкал вместе», а поддержала ее крупнейшая российская компания в сфере энергетики, металлургии и горно-рудной промышленности «Н-Плюс Групп». С прошлого года опыт тиражировали и перенесли в Красноярский край. За это время на экологическом автобусе прокатились больше тысячи детей. Летом экологический автобус сменит маршрут и вместо листвянки будет курсировать в Танхой. А осенью новое направление. Пассажиры автобуса смогут побывать в Большом Голоусном. Алена Полоненко, Андрей Назаров. Новости по будням.